Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины, и сегодня я с вами хочу поговорить о ценах в Аргентине после того, как у нас к власть пришел новый президент. Но, наверное, только ленивый в какой бы части света он не жил, он не знает, что в Аргентине у нас в конце ноября прошли выборы. И вот неделю назад, 10 декабря, прошел процесс инаугурации новый президент, который нам всем пообещал в экономике шоковую терапию. И вот спустя 10 дней я сходила сегодня первый раз после выбора в супермаркет и тоже небольшой такой шок ощутила, поэтому решила и снять это видео. Я помню, что сразу на следующий же день, в понедельник, 11 декабря, после инаугурации просыпаюсь и уже вижу от своих друзей с европейской части нашей планеты сообщение. Ну, как вы там живете при новом президенте? То есть еще первый рабочий день у президента не начался, а меня уже все спрашивают. Настолько нашумела вся пресса о нашей новой личности президента, достаточно такого экстравагантного, нетривиального, я не знаю, какие там еще можно подобрать слова. Но не нам, иммигрантам, судить о том, какой он президент. За него проголосовало 55% населения Аргентины, но я думаю, значит, аргентинцам надоело то, в какой системе они жили и они хотели перемен. И вот первые перемены, они уже начались, но сразу же в первую неделю в управлении официальный доллар у нас практически сравнялся с голубым долларом или с черным долларом, кому как нравится. Там разница где-то в 20% по сегодняшний день еще осталась. Ну и, соответственно, раз вырос официальный доллар, вырос он больше, чем в два раза, то и сразу прошло подорожание всех цен. Первое, что подорожало, это бензин. Бензин, ну, честно, не знаю, где-то процентов на 70-80 точно подорожал, судя по тому, что я сегодня читала в пабликах наших эмигрантов. О том, как подорожали продукты, ну, давайте посмотрим. Вот я только что пришла из супермаркета, еще раз повторюсь, и я не покупала ни мяса сегодня, ни рыбы, что-то такого очень важного, поскольку перед тем, как идти в супермаркет, я сходила в рыбную лавку. Я купила белого тунца нашего традиционного Северо-Испании. У меня сегодня будет баско-аргентинская, можно сказать, кухня. Буду готовить мармитако, но по-своему. И еще из-за картошки для этого надо будет сходить, потому что в супермаркете картошка была какая-то ужасная. Ужасная, каждая картошина по 2 кг, наверное, тянула, и грязи на ней была половина из того веса, который весит картошка, поэтому ее тоже не купила. И тут сейчас еще пойду спущусь, у меня внизу дома есть овощная лавка. Поэтому такие вот совершенно, как я называю, это бижутерия к основным продуктам, к основной продовольственной корзине, то, что я сегодня купила. Два чека, потому что при оплате наличными касса не может выбить такой чек, какой у меня сегодня вышел, оплатила наличными, потому что где-то 2 недели назад у меня с банковского счета, еще у меня одна новость тут была, кто за мной следит в фейсбуке, об этом знает, с банковского счета у меня украли все деньги. Привет, Бразилия! Все деньги ушли в Сан-Пауло, судя по переводам. Пусть это Бразилия примет мой благотворительный вклад в фонд предстоящего карнавала февраль 2024. Карточку сегодня с утра новую я уже получила, активировать ее смогу только через два дня. Ну и, как всегда, эта песня с банками – это отдельная история, даже разговаривать на нее, если честно, не хочется. Иногда пишу об этом на своем фейсбуке, и это всегда такие трагикомические мои походы. В общем, короче, сегодня я сходила в Джумбо, заплатила в общей сложности 55 тысяч песо, это давайте для облегчения округлим, пусть это будет 55 долларов, да. Еще раз повторюсь, это без рыбы, без мяса, за рыбу я еще с утра 5 долларов заплатила. Итак, что я на эти 55 долларов сегодня купила? У меня, кстати, сегодня не только продукты, но и немножко бытовой химии. Ну, я купила упаковочку туалетной бумаги, это 4 рулончика, 2,60, буду все в доллары переводить, да, чуть-чуть округленно, хотя на самом деле процентов 10 надо еще прибавить, тогда это будет более честная цена. Купила грибочков, портабелла, шампиньоны портабелла, и это стоит 2 доллара. Петрушки купила пучок, поскольку буду готовить мармитаку, то есть картошку с рыбой, такое по-испански это гисо, по-русски, я не знаю, как это называют, похлебка, соус, жаркое, как хотите назвать их. В общем, вот этот хороший, кстати, петрушечку откопала, потому что сверху вся была желтая, покопала на дне, большой, такой хороший пучок, стоит 60 песо, 60 центов от доллара. Сырок маскарпоне, не знаю, первый раз купила, сырочек маскарпоне, где-то полтора доллара, если я не ошибаюсь. Это купила, поскольку наступает лето, нужно заклеивать мозоли, 10 штучек, 30 сантимов. Так, потом купила я рикотты, рикотта здесь мне, рикотта мне заменяет наш любимый творог, где-то тут такая вот этикеточка красивая, покупаю вот такую рикотту, когда я хочу ее есть как творог, и еще бывает в пластиковых пакетах покупаю, когда делаю творожные лепешки. Так, рикотта у нас две штучки купила, потому что срок годности до января у меня высокий сезон, сейчас туристические, много туристов, некогда ходить по магазинам. Так, рикотта, 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 рикотта по рубль 30, в долларах имеется в виду, рубль, доллар 30. Купила два йогурта фруктовых, достаточно-таки маленькие, баночки по 120 грамм. Такой йогурт купила, персиковый вкус, они где-то по 80 сантимов. И моя вечная боль, это найти йогурт без сахара. Это настолько сложно, я всегда на это трачу где-то 15-20 минут, в какой бы я не пришла в супермаркет, потому что нужно пересмотреть абсолютно весь ассортимент йогуртов, пока вы найдете йогурт без добавления сахара или каких-то еще подсластителей, потому что Аргентина это страна сладкоежек. И даже натуральный йогурт это большая боль. Почему долго искала, да, живу-то уже здесь полтора года, могла бы и найти что-то. На самом деле впервые непослащенный йогурт я здесь купила месяц назад. Я до этого не видела, уже давно на эту тему положила. Думаю, ну ладно, фиг с ними, как-нибудь справимся. Первый раз месяц назад я увидела в Кота, вот недавно покупала тоже в Джумбо, начала в среднее время в Джумбо ходить, больше мне нравится ассортимент. Купила, понравился йогурт. Сегодня я его искала, этого йогурта не было, который я покупала в прошлый раз, потому что та марка была только с подсластителями. Эту марку я боялась брать, потому что я даже не знаю, из молока, ну или не из молока этот йогурт, потому что я стоял в той стороне, где вот эти вот вегетарианские, извращенческие йогурты стоят. Ну, буду, вроде прочитала из молока. Вот, купила этот йогурт непослащенный. 175 грамм, баночка, 175 грамм, баночка 850 песо, ну, соответственно, 85, если точнее. Если говорить по официальному курсу, то по доллару каждая баночка получается. Чего уж там, официальный доллар у нас сейчас 850, по-моему, песо. Так, то, что я в руках несла, и недавно купила себе тележку на колесиках. Вот она, вот она, вот она, красивая, голубая. Сейчас буду ее разбирать, что у меня здесь. Боже, это, это просто было мое счастье, когда я первый раз пришла в Джумба и увидела печеньки из моей любимой Кантабрии. Кантабрия, привет, поэтому тут я даже на цену не смотрю, я покупаю. Тем более сейчас, да, мне нужны будут быстрые завтраки в начале рабочего дня. Вот купила две пачки таких и пачку с шоколадной крошкой. А это самое обычное печенье, да. Вот, за это печенье, за три пачки я заплатила, это у меня вот отдельный чек, пять тысяч песо за вот эти два, да, то есть это где-то чуть больше пяти долларов, то есть за два пятьсот получается. И вот эта шоколадная крошка чуть дороже три доллара. Мои печеньюшки. Так, что у меня тут еще? Купила тряпку полы, мать. Такая. Красивенькая тряпочка. Красивенькая. Два доллара. Тряпка, мать полы. Так, купила, закончился у меня пепчик паприка. Ой, долго, наверное, сейчас ценит ее искать. Так, паприка, пимьенту. Нет, это не то. Короче, не нахожу. Но где-то 600 песо, по-моему, была эта пачка, 100-граммовая пачка. А 600 песо, ну, соответственно, 60 центов от доллара. Так, сушеный перехиль, сушеная петрушка. Буду мариновать баклажанчики сегодня, поэтому предпочту сухое, чем свежую петрушку. Ну, тоже где-то так же стоит 500 чем-то песо, то есть 60 центов. Купила винный уксус для баклажанчиков. Не знаю, сколько стоит, если честно, даже искать не буду. Это недорогой товар. Так, купила себе фуэт. Первый раз здесь, в Аргентине, купила фуэт. Очень любила его в Испании. Фуэт 2 доллара. Ну, мне кажется, в Испании по одному евро я его покупала. Зубная паста большую купила. Колгит 140 грамм. Так, Колгит стоит 4000 песо. Соответственно, 4 доллара. Первый раз сегодня в Аргентине я сыр выбирала по ценнику. Еще со мной такого не было, потому что тот сыр, который я покупаю обычно, имеется в виду твердый сыр, на бутерброды, которые я беру, сегодня стоил по 18 тысяч песо, да? Ну, соответственно, если по чесноку, около 20 долларов. Поэтому сегодня выбирала сыр по ценнику. Сыр Реджи Нито. Этот сыр стоит 10 долларов за килограмм, поэтому небольшой кусочек мне вышел почти около 2 долларов. И видите, новый закон в Аргентине пугайте, пугайте нутриционисты своих потребителей. Вот эти черные блямбочки рассказывают о вредности каждого продукта, да? То есть здесь избыток жиров, таких-то избыток жиров других, избыток натрия и избыток калорий. Ну, что я вам скажу, как нутрициолог с испанским дипломом. Фигня это все. На калории, да, надо обращать внимание, но 30% нашей энергии мы должны получать из жиров. Так что пугалки какие-то неправильные, я вам скажу. Не знаю, для чего купила. Первый раз купила белую кукурузку. Ну, попробую сварить какую-нибудь традиционную аргентинскую похлебку. Ну, это дешевый продукт, 500 грамм. Насколько мне не изменяет память, он стоил порядка 40 центов американских. Меньше, чем полдоллар. Ну, можно сказать, что килограмм получается где-то доллар. Поскольку я сегодня увидела, и мне так захотелось, белые баклажанчики. Такие они красивые, красивые, красивые. Буду их мариновать сегодня по аргентинскому рецепту. Решила для цвета к ним купить и перец. Перец, кстати, сегодня меня тоже по цене удивило. Абсолютно весь болгарский перец сегодня по 5000 песо, да. То есть по 5 долларов за килограмм. Не только цветной и красный я там еще купила. Что я вам скажу, господа аргентинцы? Это дохрена дорого. Так, баклажаны я купила белые, потому что они более нежные. И цена за килограмм это 1600 песо. Ну, я тут где-то купила почти на доллар. Вот цену можно посмотреть, да, 3 баклажанчика. Мне это хватит вот так вот. Вот, как я уже сказала, перец под 5 долларов за килограмм. И вот эти две перчинки 2300 песо. Ну, соответственно, 2,5 доллара. Вот молоко, пакет молока. Я его покупаю, потому что очень люблю какао. И когда я очень сильно уставшая после работы, я себе делаю горячий какао. Только для этого я покупаю молоко. Молоко здесь вкусное. Так, литр молока. Бим-бим-бим. 752 песо. То есть это где-то меньше доллара. Я, кстати, что-то переживала, что молочка сильно поднялась. Нет, молочка, получается, осталась, если в долларовом эквиваленте, она осталась примерно такой же. Что у меня тут в мешочке Деда Мороза? Еще вот красный перец я купила. Меньше не было. Был только такой вот гигантский. Он мне нужен сегодня будет для приготовления мармитако. Тоже по 5000 песо за килограмм. Соответственно, вот один у меня получился. Это 400 до грамм. Да, 400 с лишним грамм. И вот видите, за один перчик я заплатила чуть больше 2 долларов. Так, ну и все. По большому счету, у меня вот здесь из фруктов сегодня я купила только дыню. Поскольку все остальные фрукты мне просто не понравились, как они выглядят. За эту, эта дынька за килограмм она стоит 2000 песо, соответственно, да, по 2 доллара за килограмм дынька. Эта дынька у меня вышла почти ровно 2 килограмма, соответственно, 4 доллара за дыньку. Были и подешевле, но я со своего детства вот помню, для меня вот дыня должна вот выглядеть так, которая вкусная и ароматная, поэтому купила эту фенхель. Фенхель, фенхель, фенхель за килограмм стоит 1300, соответственно, 1 доллар 30 песо. Вот одна штучка у меня тут вышла где-то 50 песо. Ой, господи, 50 центов американских. Лучок, лучок. Лучок за килограмм 800 песо, соответственно, это 80 центов. Вот за 2 лучинки у меня ровно, это белый лук, он почему-то хранится лучше, чем обычный желтый. Вот и за 2 лучка я заплатила 500 песо, соответственно, полдоллара. Что у меня тут еще в моем мешочке? Морковка. Морковка за килограмм 700 песо, соответственно, это 70 центов. Ну, тут у меня ровно как раз полкилограмма 35 центов. Так, яблоки, яблоки, яблоки. Вот яблоки, кстати, в цене подорожали в долларовом эквиваленте достаточно значительно. То, что я помню, когда приехала не меньше доллара за килограмм. У меня, кстати, на канале есть видео, где ровно год назад, даже больше, это, наверное, сентябрь, да, сентябрь я как раз тогда возле ботанического сада жила, у меня есть видео о том, как я сходила в супермаркет, накупила всего-всего, то, что там и молочка было, много зелени, 2 или 3 вида мяса тогда было куплено, и, по-моему, я тогда в 20 долларов вложилась. Там можно сравнить цены, которые вот были год назад, больше года назад, ну, тоже в долларовом эквиваленте, да, потому что из-за большой инфляции песо за этот год говорить о ценах в песо вообще, ну, немножко некорректно. В общем, яблоки по 1,5 доллара за килограмм, ну, тут у меня 3 яблока на доллар. Так, что я тут еще сегодня набрала? Будете смеяться, это варенье из бузины. Да, в Аргентине бузина это вполне такая же ягода, как малина, смородина и так далее, хотя у нас в России, да, есть такое выражение, ты что, бузиной объелся? Я вот только что вернулась из поездки по Патагонии, там купила себе какое-то тоже варенье и оставила где-то в машине водителя, поэтому сегодня купила себе варенье из бузины. Ну, такая баночка стоит около 5 долларов. Так, купила баночку консервированной фасоли, полдоллара, белая, 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 белая. Видео сегодня не собиралась снимать маникюр облезлый. Листерин, да, для ухода за полость рта, за зубами и так далее. Вот цена на листерин меня продолжает радовать, потому что, если мне не изменяет память, в Испании я за такую бутылку платила 10 долларов. Ну, от 8 до 10, даже не долларов, а евро. Вот, а здесь это очень смешная цена, можно практически пить. Листерин, 3 500, ну, соответственно, 3,5 доллара бутылка. Возможно, старые запасы еще, не знаю, но дешево по соотношению к тому, как я и в Штатах. Первый раз я листерин в Штатах, помнишь, покупала в Испании постоянно, покупала в России. Я с листерином уже 15 лет. И цена здесь меня очень удивляет. Так, купила я какую-то жидкость для мытья всего, полов и так далее, и стекла и так далее. Бутылочка почти 2 литра, 1 доллар, 1, 1, всего 1 доллар. Две бутылки воды у меня, вот такие 2 бутылки воды, 3-х литровую, 5-ти литровую не стала канистру покупать. Решила, что с новыми ценами, и в хране у меня хорошая вода, бутылка воды стоит порядка 1 доллара. Это единственная вода, которую я могу здесь пить. Потому что вся остальная бутилированная вода мне не нравится, ее вкус, я ее вообще пить не могу. Вот по доллару такая вода, получается, 2 бутылки купила. И купила хлорку. Я ее в унитаз заливаю. Вот, в принципе, и все. Да, здесь нету каких-то основных, даже, я сказала бы, базовых продуктов. Базовый продукт, еще раз повторюсь, я сегодня отдельно покупала рыбу. Сейчас пойду куплю картошку и что-то из фруктов, потому что фруктов нормальных практически не было. Да, вот купила только дыню и яблоко. Еще раз повторюсь, мне это сегодня получилось больше 55 тысяч песо. В супермаркетах даже такой чек не выбивают. Мне сначала все посчитали, потом, когда узнали, что буду платить наличное, разбили чек на 2. Уже второй я тут заложила. Ну, вот такая какая-то система безопасности в супермаркетах. Я такое помню, и год назад по 20 тысяч, по-моему, песо выбивали, и потом следующий ценник начинали набивать. Ну, вот такая шоковая терапия. Еще раз повторюсь, первый раз за полтора года в Аргентине в супермаркете я потратила сумму, ну, если по чесноку, это сумма 60 долларов, при этом практически ничего не купив. Посмотрим, поживем дальше, посмотрим. Те, кто хочет со мной подискутировать на тему о новом президенте, мне сегодня даже, кстати, сегодня у меня там была загрузка нового видео, кто-то мне написал, о, я думал, что ты с новым президентом сбежала из Аргентины. Друзья, мне по барабану все президенты, если из-за каждого нового президента в каждой стране, где я живу, я начну бегать, то легче жить в самолетах. Я только, когда я где-либо живу, я смотрю только на комфорт жизни для меня. Я смотрю, какой ценник, что у меня с работы, насколько мне комфортно жить в этой стране, насколько она мне нравится. На политику, по большому счету, мне наплевать. Мы выходцы из Советского Союза, мы пережили огромный политический шок в 90-е годы. Если я сейчас еще свою жизнь буду растрачивать на все эти политические перестройки в тех странах, в которых я живу, меня на это не хватит. Мне неделю назад исполнилось 55, я хочу наслаждаться жизнью, поэтому не надо меня спрашивать о новом президенте. Я могу только рассказывать о том, какие экономические последствия от его реформ мы поимели. Стало все намного дороже? Да, дороже, если мы говорим в долларовом, опять же, эквиваленте. Но поживем дальше, увидим. От вас, кстати, я жду, там внизу в комментариях, мне напишите вот такой вот продуктовый набор, сколько бы он стоил в вашей стране. Сейчас постараюсь выложить все это на одной поверхности и еще снять для вас. Короче, всем пока-пока. С вами была ваша Елена Вивас из Аргентины. А мне уже пора обед готовить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok